и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры планируя записать видео на политическую тему в частности на тему ситуации складывающейся в армении я вынужден был в неочередной раз отложить столь любимую мной тематику это политический некий анализ от вашего слуги в более удаленный ящик и заговорить о другой теме хотя тоже связаны с политикой в частности с политикой россии и частично с политикой армении речь идет об их отношении в основном россии к понятию терроризм как вы считаете если оправдание терроризму может ли быть терроризм во благо любой здравомыслящий человек конечно же скажет нет ибо гибель невинных людей не оправдать ничем и вообще убийство об этом написано в общем то во всех святых книгах правда радикалы всегда умели найти даже в божьих книгах некий якобы их умозаключение о том что иногда позволено убивать есть христианские террористы есть мусульманские террористы есть буддистские террористы хотя во всех этих книгах убийство запрещено но речь не об этом давайте поговорим о позиции россии в отношении терроризма и перейдемте с вами к первому к первой ссылке прочтемте название видео блогер хованский задержан за публичное оправдание терроризма шок кадры из квартиры в питере но меня не интересует сама квартира меня интересует само видео так же как и вас давайте посмотрим за что же его арестовали чуть позже я объясню почему это важно петербурге задержали блогера и помощника депутата госдумы на общественных началах юрия хованского вот видео собысков хованского сначала попросили лечь на пол назвать имя фамилию и дату рождения потом убрать собаку а потом снова лечь судя по реакции он сразу догадался что оперативники пришли к нему из-за песни как пишут сми речь идет о ролике про норд-ост выложенный год назад не на его официальном канале по данным источников правоохранительных органов задержание прошло в рамках дела о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма при обысков у хованского нашли много любопытного помимо нескольких компьютеров у него изъяли девайс для курения и пистолет молодого человека забрали в отдел компанию хованского составил и другой блогер-миллионник андрей нефедов по предварительным данным пока он проходит по делу как свидетель его квартире в гатчине также прошли обыски возбуждено уголовное дело давайте остановитесь вроде бы все правильно люди которые стараются оправдать терроризм должны быть наказаны а что же тогда в отношении тех кто непосредственно совершает теракты а если вы наказываете а просто оправдывающих то как же строго вы должны относиться к тем кто непосредственно совершает теракты не так ли тем более кто гиролизирует непосредственных террористов не оправдывает а гиролизирует о ком же пойдет речь наверное многие из вас даже не догадываются что речь пойдет разве что кто прочитал внимательно название видеоролика что речь пойдет так или иначе о монте мелконяне переходим по следующей ссылке вы узнаете студию соловьева и одного из его работников ну так вот если были наказаны блогеры миллионики то следующим кто должен оказаться на нарах за не просто оправдание а за гиролизацию террористов должна быть вся студия соловьев лайфа о чем это я и и причем здесь монта мелканян давайте послушаем давайте послушаем 12 июня в армении будет отмечаться такая дата 12 июня погиб монте это герой армении герой первой обратите внимание он не сказал террорист я очень горячо переживаю за этот народ которому невероятно тяжело мы придумали такую идею 12 июня вроде бы у нас все получается в ельване и степанакерте пройдет марш монте у меня была очень простая идея я очень хотел чтобы этот марш был не просто гражданским но чтобы он заканчивался панихидой чтобы люди понимали что это то что должно соединить всю нацию память о тех детях о тех мужьях о тех братьях дедушках о тех женщинах обо всех кто погиб в эти две страшных войны давайте остановимся как вы считаете накажут ли данного так называемого политолога горе эксперта в россии что то я в этом сомневаюсь хотя он в открытую герализирует террориста террориста который имел причастность к терактам не только на территории азербайджана но и на территории в частности европы во франции который был судим в соединенных штатах америки который воевал против израильского народа в ливане интересно но что то я не вижу чтобы на руках этого горе эксперта захлопнулись наручники может быть кто-нибудь скажет что это произойдет чуть позже знаете глубоко сомневаюсь о монтамил коняне о самом вы можете прочитать множество статей об его в частности участие в террористических организациях я уж не говорю про сами теракты которые именно он курировал обратите внимание я даже не акцентирую ваше внимание на ужасающих событиях в ходжалах в селе кородоглы где подконтрольные ему отряды арабо и аромо уничтожили сотни азербайджанцев при этом зверски убивая их об этом в частности через много лет написал в книге посвященной монтамил коняну его собственный брат маркар мелконян назвав книгу путь моего брата о хаджалинском геноциде он написал в голове под названием проблема с дисциплиной это так к слову но почему я говорю что я сомневаюсь глубоко сомневаюсь что соловьевцы окажутся в наручниках причина даже не в неправильной политике россии нет причина в другом я уже неоднократно говорил об этом аспекте ошибки которые в частности допустил в свое время азербайджан в начале 90-х когда наши азербайджанцы по понятным причинам 20 января 1990 года никто не отменял когда танками давили азербайджанцев в Баку и не только в Баку включая скорую помощь по понятным причинам мы отказывались учиться в Москве в России с одной стороны это понятно с другой стороны это делало нас уязвимыми прошу прощения почему я об этом говорю давайте откроем с вами следующую ссылку следующую статью следующее видео вы узнаете ванитяна бывшего начальника СНБ Армении который оказывается учился в высшей академии ФСБ то есть российской разведки давайте послушаем Телефон прямого эфира 232 1559 доброе утро дорогие друзья телеграм-канал соловьёв 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 на ютубе Вести ФМ у нас есть уникальная совершенно возможность побеседовать с Артуром Гагевичем Ванитяном Артур вы не обидитесь если вас буду называть по имени хотя конечно когда рядовые необученные хотя нет я же капитан обращается к генерал-майору то надо делать это совсем по-другому Артур вы возглавляли службу национальной безопасности Армении при этом Никол Пашинян вас лично обвинил в том что уже в тот момент не находясь на службе вы были отправлены им в отставку как я понимаю главные претензии которые к вам предъявляли что вы закончили Академию ФСБ России многие из вас наверное хотели уже написать мне замечание что Камеран ты что призываешь чтобы наши азербайджанцы учились в высших академиях ФСБ нет но в военных академиях стоило посылать наших детей хотя бы военные и мы видим с вами надеюсь вы уже поняли почему я считаю что соловьевцы не окажутся в тюрьме потому что их крышуют работники ФСБ из армянства в самой же России элементарная причина то есть причина уже не заключается в отношении власти нет знаю что вы скажете что Камеран это было бы рискованно но в общем то кто не рискует тот не пьет шампанское это первое второе а кто говорил что необходимо именно учиться но есть же курсы по повышению квалификации и так далее что нам мешало посылать туда единственное что мешало это так называемый народный фронт и дальнейшие проблемы которые отразились на российско-азербайджанских отношениях это правда но опять таки это преступная ошибка тогдашних властей если я не прав поправьте меня в отношении России я хочу сказать следующее обращаясь не к российским властям а именно к простым россиянам скажите мне ответьте мне на банальный вопрос может быть я чего-то не понимаю а если я вернее даже бы сказал снова озвучу этот вопрос если оправдание терроризму если терроризм во благо обычный вопрос можно ли оправдать убийство только из-за того что это убийство совершил тот кто вам нравится возможно как вам такие вопросы и как вы относитесь к тому что происходит на передачах соловьев лайфа в частности в отношении героизации террориста монта мелканяна открыт уже открытая героизация вопросов много жду ваших ответов дорогие друзья сейчас да последнее что хотелось бы сказать потому что сто процентов будут вопросы вот как я считаю стоит ли сейчас посылать наших детей высшей военной академии высшие военные да в правоохранительные да в институты связанные с юриспруденцией и правами да и даже ФСБ как ни странно я буду призывать к этому потому что без людей которые будут иметь большие погоны ФСБ и стоять на том чтобы Азербайджан и Россия наконец-то стали хотя бы условными союзниками без провокаций в частности со стороны России невозможно мы должны это делать таково мое мнение если я не прав поправьте меня к этому нас призывает прежде всего наше будущее на этом все дорогие друзья всем до свидания всем пока не забыв будьте пожалуйста подписаться на канал те кто не подписаны те кто подписаны проверяйте подписку так как ютуб любит шутить нажимайте на колокольчик чтобы получать оповещения о новых видео на моем канале оставляйте свои комментарии делитесь ссылками в соц сетях ставьте лайки и дизлайки на этом все всегда ваш до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...